Так, все, запись пошла, все, здравствуйте, Хасай Магомирович, правильно, да? Да, правильно. Потому что по отчеству, да, надо по имени отчества уже, потому что возраст, поэтому. Наших надо уважать, вот я сегодня там поставил в фейсбуке, вконтакте, вышла газета такая, столетия РУ, и там есть какие-то упоминания о двух моралях, там западной, восточной и так далее, потому что у меня есть национальная идея, так условно говоря, для того, чтобы вообще мир помирить между собой, чтобы войн кризиса снизить и так далее, а я ее еще выдал, там очень интересная вещь, но там просто небольшое упоминание в этой статье, я поставил, кому интересно, ты посмотрел. Сейчас я хотел бы сам повестку сегодняшней встречи сказать. Давай. Я вот специально поставил свою картину, потому что ты сказал, что уже в традиции, так сказать, наших разговоров, сначала картины, да, живописи, эта картина называется «И участник события» и его свидетель. Это по определенному состоянию человека, когда он одновременно и участвует в ситуации, одновременно видит ее со стороны, но в данном случае я ее поставил, чтобы напомнить, вот мы создали с тобой по твоей инициативе там группу, группу создали. Чат. От моего имени, да, и люди туда заходят, и там возникают вопросы, я там читал, а для чего этот чат нужен? У нас же есть школа «Человек будущего», где все это можно обмениваться мнениями, делиться опытом, она бесплатная, вот, а для чего эта группа? Я там написал сейчас, вот почему я картину поставил, «Участник событий о свидетелях», я написал, поскольку группу организовали от моего имени, я несу за это ответственность, и поэтому буду стараться, чтобы репутация бесплатной школы, ликбез против стресса для всех, школа «Хомофутурус», наша школа – это наше будущее, и поэтому, чтобы эту репутацию не сбить ни в какую другую сторону, потому что у меня есть за всю мою жизнь определенная репутация, все люди знают, что я человек бескорыстный, всем помогаю, но если, допустим, ну кто-то там, ну хочет бизнесом заниматься, ну ради бога, ты тогда в прошлый раз говорил о том, что можно же и так сделать, и так, но чтобы люди не запутались вообще, я как раз об этой теме хотел поговорить, поэтому эту картину поставил, и участник событий, и его свидетель. То есть я буду стараться, чтобы не сдвинуть в ту или иную сторону, чтобы наша школа «Человек будущего» была всегда бесплатной. Это окно наше будущее, потому что наша школа – наше будущее, потому что сегодня очень много людей в стрессе находится, даже знают это или не знают, в условиях постоянных перемен, часто давятся на образование, на медицину, очень много проблем. Люди нуждаются в том, чтобы регулировать свое напряжение, чтобы снимать этот стресс, выходить на состояние, когда он видит лучшие вещи, когда у него здравый смысл сохраняется, когда он понимает, что и как надо делать, какие принимать решения, и так далее, и так далее. Это должно быть бесплатно. Я хочу, чтобы наша группа, вот там, в школе, в школе, которую ты создал, от моего юридического группы, в чат, в чат ты говоришь, чтобы найти через этот чат пути расширения этой школы, чтобы эта бесплатная школа была для всех, для миллионов людей. Да, ну это очень важно, потому что не все это понимают. Например, там некоторые участники, вот мне звонят и говорят, просто в личку звонят, да, и говорят, слушайте, а хотим мы, вот там, можем сделать там футболки с вашим именем, там или еще, ты как вообще на это смотришь? Ну, пожалуйста, наделайте, ну, ты как на это смотришь? Ну, делайте, пожалуйста, я что, против, что ли? Я вообще отлично на это всегда смотрю, всегда отлично. Я могу много разных таких стратегий рассказать, но это... Ты сейчас расскажешь. Да. Насчет денег, любви, честности, порядочности и денег, да, вот насчет денег любому человеку нужны деньги. Да. Ты уже говорил, что формула счастья до изумления проста, хорошо, когда человек занимается любимым делом, а ему за это еще деньги платят. Да. Я же не против. Я сам хочу зарабатывать деньги, потому что, чтобы школу поддерживать, чтобы близких поддерживать, чтобы друзей поддерживать, но как же, чтобы развиваться, деньги нужны. Конечно. Но я не могу, не могу бесплатную школу использовать, а я могу, чтобы деньги зарабатывать. Ну, а теперь послушай. Я-то лично могу деньги зарабатывать, как? Например, готовить специалистов, например, я работал по договору с учреждениями, с предприятиями, я разговаривал с разными людьми, там, куч, какой-то вести отдельный. Пожалуйста, это за деньги. Кому надо развиваться. А кого надо спасать, помочь, это все бесплатно. Это как вот скорая помощь, что ли, или служба доверия у меня. Школа комоклатуры, все это как школа доверия, чтобы человек вышел из стрессового состояния, обрел способность управлять своим состоянием самостоятельно. Я сам себе был, сам себе был, доктором, сам себе был, режиссером, сам себе был. Как это сказать? Да, у меня даже вот, да, у меня даже одна идея появилась. Потому что, помните, был в такие моменты психологическая служба помощи по телефону. Бесплатные звоните, горячие линии, психологическая помощь. У вас же человек треслый человек. А почему бы ее не сделать, чтобы психологическая помощь, что тоже наша? Это только через упражнение. Говорю, посмотрите, наберите ключ, автоответчик будет стоять. И люди набирают в Ютубе, и они сами уходят из стресса. Это надо серьезно думать, потому что я когда был в Италии, там есть служба доверия. Там бывшие наркоманы, в этой службе доверия работали, которые же перестали быть наркоманы. И они обучали других людей, которые в стрессовой ситуации находятся, хотят отрезаться от наркотиков или что-то. Они звонили в эту службу доверия. Бывшие наркоманы, это там такой есть очень замечательный человек, Падре Ильичио. Я был у него в гостях. Я видел эту аппаратуру, им подарили такую шикарнейшую аппаратуру. Ну так прекрасно все было организовано. И они, да, служба доверия у них такая была. Мы вот так можем тоже сделать. Но это все нужно организовывать. Вот сейчас вот, я хотел сказать, например, лично я. Меня спрашивают, там мне пишут, а можно вы мне продадите картину? Пожалуйста, слушайте. Раньше я просто дарил, а сейчас я человеку-другу могу подарить картину. Ну просто, когда мне пишут, подарите мне картину, у меня есть альбом там международный, Альтмайер, как это называется. Ну у меня на фейсбуке же написано все координаты. А там у меня картины стоят, я поставил, меньше 150 тысяч евро нет. Это прекрасно. Ну потому что они того стоят, они еще больше стоят. Я когда помру, они вообще будут много стоить, через миллион лет они будут вообще без цены. А я потом объясню, почему такая цена, и почему люди готовы будут за это. Я еще объясню это, ладно? Да, вот давайте возьмем пример картины, да, стоит 150 тысяч долларов, да. И давайте возьмем пример, есть такие футболки разные, да, такие красивые прям, да. И, допустим, есть такие классы, есть простые футболки, есть ткань получше, она, давайте возьмем футболки за 500 рублей, за 1000. Ты так в этом хорошо разбираешься, молодец. Да, есть за 500, за 1000, за 1500, за 5000, за 10 тысяч футболки. Чем больше качества они хотят футболки, то они себе вот это позволяют. Но именно будет с рисунком вашей картины, вот это. И тот, кто купил именно, как его авторский, вот эту картину, он будет еще на этом получать авторский гонорар. Скажи купленные футболки с интернет-магазина или сети, как личный бренд. И либо печать на этом, на чашке, либо печать на тарелке, либо, как это называется, картина, которая просто полотно, просто, просто, как она называется? Муляж, да, или как его такое делают? Как она называется? Или суррогат, или как? На полотне. Я этим не занимаюсь. Да, на полотне. Да. Вот смотри, участник события, его свидетель. Нам нужно, чтобы наша школа не переклинила в сторону бизнеса. Нет, это будет интернет-магазин. Потому что моя задача – помогать людям. Да. Это тоже. Потому что картины все равно хотят. Потому что не у всех есть возможность такое делать. А знак благодарности, то, что вы… Я так вижу, чувствую, что ты такой человек, как бы, вот, в бизнесе разбираешься. Я так понял. Я так понял, ты в этом разбираешься. К сожалению, мне это не дано. Мне это не дано. Я в этом не разбираюсь, я не хочу в этом участвовать. Мне это не дано. Но, пожалуйста, пожалуйста, если ты в этом разбираешься, просто я не хочу свое имя под это подставить. Понимаешь? Потому что у людей есть определенные ко мне отношения, которые я заработал за всю жизнь своей деятельности. Они знают, кто я такой, чтобы мне чужие погоны не пришли. Понимаешь, в чем я говорю? Да. Вот же, что важно. Вот же, что важно. Поэтому надо тут любовь, бескорыстность, деньги. Да. Но для чего именно? Ну, надо так, чтобы мух от котлет отделять все-таки немножко. Кто чем занимается, чтобы и в нашей вот там группе, которая переписка идет. Вот это, раз она от моего имени, мы ее создали, я же ответственность за это несу. Видишь? Да. Да. Контроль, да? Контроль. Чтобы она была бескорыстная, бесплатная эта школа. А там, пожалуйста, пожалуйста, предлагайте, кто что хочет, предлагайте. Я же только за, чтобы люди развивались, просветали, каждый в своей области. И бизнесмены, и чемпионы, и художники, и актеры. Пожалуйста, предлагайте там свои варианты. Ради Бога. Да? Я только за. Майки будешь делать, делай майки. Майки, да. Безболку, хоть шкурку сзади. Хочешь, чтобы башку вовез с моим именем. Знаешь, что будешь делать с моим именем? Да? Я только за. Самолет будешь. Самолет будешь. Игрошечный, игрошечный. Да, игрошечный. Касальчик, касальчик. Либо фотообои. Либо фотообои. Ага, фотообои, да, да. Либо зайчики-касальчики, витальчики. Зайчики-касальчики. Но для чего, куда это пойдет? Почему именно вот такие моменты тоже надо обговаривать? Чтобы можно было потом фильмы создавать, книги выпускать. Чтобы популяризировать еще дальше школу. Потому что все равно надо специалистов. Все равно надо ролики уже улучшать. Все равно же надо вот это все красиво все делать. На оформление все. Вот на это же тоже надо время. И за все надо вот это труды платить тоже людям. Да, это большая работа. Слушай, чтобы школу сделать вот эту нашу ликбез против стресса, бесплатную для всех, чтобы миллионы людей могли ее пользоваться. Это нужно, по идее? Да. Чтобы я провел 3-4 вебинара для миллионов людей. Бесплатно. Это нужно, чтобы нашелся такой организатор, который умеет такую онлайн-школу как-то поставить. Пожертвовал своим временем. Если он хочет, чтобы его так же любили, понимаешь? Чтобы народ понимал, что этот человек для нас что-то сделал. Или это какой-то должен быть такой миллионер, который вот, допустим, захочет свое имя поднять на этом, что он такую большую пользу людям принес, что он помог в трудной ситуации, неопределенности, хоть какой-то дать им опору. Это хороший благотворительный. Не как Кашпировский там сеансы проводить. Вот сеансы. По тысяче рублей, да? Да, ну не важно. А тут бесплатно. Причем самое главное, я же научный критерий такой даю. Чтобы человек мог сам себе самостоятельно подбирать те простейшие приемы, которые помогают ему сбросить лишнее напряжение и выходить на состояние творческое. Чтобы человек сам это мог делать. То есть я по существу просто должен показать, на примерах дать принцип индивидуального подбора приемов, чтобы каждый человек, как принцип, узнал в этой школе. Большой, в школе, миллион, где там много людей. И по этому принципу сам себе подбирал, то, что ему подходит. Потому что этот принцип раньше в науке не был описан. Это я его открыл. Почему принцип? Принцип ключа. Принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия. По скорости автоматизации начатого действия. Ну, это там, в школе. А почему? Поэтому несколько занятий провести, чтобы показать и объяснить, что это такое. А вот, Казай Магомедович, вот мне такая вот идея родилась. А почему бы не сделать в каждом городе филиал ваш? Чтобы тоже ключ. Филиал – это методы ключ. Чтобы люди пришли, потренировались, поняли, что такое. У кого, может, инициатива появляется. Это филиалы, это филиалы. У меня это было много раз. Я за свою жизнь много чего прожил, понимаешь? И телевизионное. Я на пике славы был столько раз, что у меня это и филиалы, и это все. Это целая такая вот область, когда надо там этих специалистов подготовить. Потому что они не могут просто так взять из книжки или посмотреть 3-4 вебинара в школе бесплатной. Отначать других учить, понимаешь? Это неправильно. Неправильно. Они не могут так делать. Они обязательно напорятся на какие-то трудности, сложности. Они должны пройти подготовку сначала. И все время я должен, как говорится, папа этого вопроса, все время, чтобы это было на моих глазах, как они работают. Но это же сложный вопрос, понимаешь? Они должны пройти подготовку, как у меня всю жизнь они проходят. Это совершенно другой уровень. Давай мы сегодня это не будем затрагивать. Ну да. Я все равно задаю такие вопросы. Мало ли что, чтобы потом... Правильно делаешь. Пожалуйста, кто хочет быть специалистом и этим заниматься, я готовлю специалиста. Я посвящаю ему время. Это совершенно другой формат. Это совершенно другие дела. Пока я не увижу человека в скайпе, я не могу его принять, подготовить как специалиста. А вот такой сейчас вопрос, вот, интересный. А вообще цель, ваша цель вообще в жизни, методы ключ, какая вообще в итоге, или какая мечта ваша осуществить, чтобы вы прям от всего кайфовали? Я тебе скажу, я тебе скажу, я тебе скажу. Я сегодня тот единственный человек, который просматривая все книги и интернет, когда самые такие выдающиеся специалисты говорят о том, как работает мозг, как сознание работает и так далее, и так далее. Я вот просматриваю все это, как специалист, профессиональный, вижу, что я сегодня единственный, который знает такие вещи, которых никто из них не знает. Потому что я в своей жизни и Марс 500 готовил, и модель невесомости создавал, и работал с космонавтами, и с олимпийскими чувствами, и самое главное, никто из них, как я, столько не работал по выведению из жесточайших кризисных ситуаций людей, потому что я работал на тракторах, которых в России было много, а я как раз таки был тем человеком, который там вот занимался, тем методом ключ выводил из-за острого стресса. У них такого опыта нету, и поэтому, когда я смотрю, что я сегодня единственный человек, который имею и теорию, и практику, подтвержденную многократно, и официально признанный метод, ты который в Википедии, набираешь метод ключ в Википедии, и сразу попадаешь, в гугле пишешь, Хасай, и сразу попадаешь. Я единственный человек, вот моя мечта, ты меня спрашиваешь, какая у меня мечта, моя мечта, ту модель работы мозга, которую я создал, которую я создал, ту модель работы мозга, то устройство, как мозг работает. Это та модель, которая вот на самом деле, просто люди еще не все понимают, насколько это важно. Это такой прорыв, это такая революция в понимании, как работает мозг, чтобы ее все знали, потому что я ее не только создал, я ее просто описал, но очень просто описал, потому что за этой моделью весь опыт моей работы по жизни, и эта модель доказана практическим применением, это очень важно, то, что я сейчас говорю, просто я хочу, чтобы это кое-кто понял, кто этого еще не допонимает, и поэтому, когда мне звонят и говорят, слушай, давай вот так сделай, давай вот так сделай, чтобы они все-таки сначала в Википедии метод круче написали, и все-таки они в гугле набрали Хасаин, достаточно слова Хасаин. Да. Ничего не надо. Там сразу видно. И когда они видят, с кем они разговаривают, у них немножко меняется понимание, они начинают серьезнее относиться к вопросу. Моя мечта в том, моя мечта в том, что часть этого вопроса отдать людям, всем. Это сократит время на исследования научные, исследующие, это сократит время на сотрудничество, это сократит время на тренировки команд, каких-то, это много сократит. Я вот этим хочу поделиться с ним. Вот это моя мечта. Это очень хорошая. Наверное, запутал я тебя. Не, это отличный ответ. Это отличный ответ. Это очень отличный. Я понимаю, о чем. А вот мне еще такой у вас был именно отзыв очень сильный, то, что вас вообще сильно тронуло. То, что люди такой благодарности сильно сказали, то, что вообще там, где из невозможного вы сделали возможное. То, что применяем методику ключ. Еще раз, еще раз, еще раз скажи. там просто голос пропадает и не совсем слышал. Что было? Самый такой душу вот этот затрагивающий отзыв, который из невозможного прям сделали возможный. Отзыв такой. ну прямо такие удивительные, какие мне давали отзывы. Да, результаты, которые происходят. во-первых, они все, у всех психологов могут быть такие отзывы. У всех психологов могут быть такие отзывы. И у врачей могут быть такие отзывы. Конечно, 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 конечно. Я же эти отзывы когда получаю, например, кто-то мне говорит, ой, вы чудо совершили, и так далее. Я особо на это не реагирую. Потому что так многим врачам говорят, так многим психологам говорят, так многим тренерам говорят, Так многим говорят, ну вообще многим говорят, потому что отзыв – это вещь очень субъективная, потому что есть люди, которым ты действительно его поднял на ноги, и ты как специалист знаешь, что ты это мог сделать, потому что это очень сложно. То есть я с такими работаю, которые вообще отказники называются, больные такие. Я с такими работаю. И вот, понимаешь, на ноги, да, а он может еще и недовольный, понимаешь, он никакого отзыва не понимает, что ты ему подвиг совершил, а другой, другой, которому ты вообще сделал ерунду какую-то, понимаешь, он такой счастливый, говорит, доктор, я вас так люблю, вот я все время о вас думаю, понимаешь, и такие отзывы. Я помню, на одном из тренингов, когда был, тренер сказал, говорит, самая большая благодарность – это приводить ко мне людей. Вот ты как деловой человек рассуждаешь. Вот я же понял, что ты бизнесмен. Я понял. Я понял. Поэтому, вот, видишь, контроль, чтобы не переклинило нашу школу в сторону бизнеса. Я тебе хочу сказать, это Запад и Восток. Запад – это ментальность первичной материальной ценности, Восток – ментальность первичной духовной ценности. А ключ – это баланс. Это согласование духовных и материальных ценностей по существу для человека. Метод ключ – это согласование психических и физиологических процессов, духа и матери. Ценность. А для мира я вот как-нибудь сейчас еще раз расскажу ключевую идею для мира. Потому что сегодня интернет уже позволит сделать то, чего не могло позволить время, когда Ленин был. А сегодня интернет уже есть, тогда его не было. И сегодня интернет может. А сегодня мир тоже стоит на грани такой. Когда вот эти вот духовные и материальные ценности должны быть сбалансированы. Я хочу, чтобы ключевая идея у меня, и есть уже люди, которые помогают в этом, чтобы она тоже была озвучена, она настолько простая, как метод ключ. Она настолько простая, и когда она захватит массу людей, да, меньше будет аварий на улице, меньше будут люди пить, меньше люди будут несчастными. С любовью будут относиться. Это утопия. У каждого человека утопии бывают же, да, ты меня спрашиваешь, о чем ты мечтаешь. Я тебе хочу сказать, все, все великие вещи происходят из утопии. То есть из таких вещей, которые в стандарты не укладываются. Да, это утопия, но из утопии произошло все остальное. Добро. Ну все, значит, на этом у нас такое интервью. Можно же рассказать. Я тебя не смутил, ничем, нет. Нет, все нормально. По времени просто сейчас уже нормально у нас. Поэтому. Мы же еще можем интервью записать. Поэтому. Ладно? Вот. А благодарю Хасаи Магомедовичу, что вы сегодня так... Я вижу, что у тебя уважение, что ли, выросло. Да. Потому что ты просто не знаешь. Просто не знаешь. Или я сегодня хуже выгляжу, как старый человек, да? А потому что очевидец там в картине. А вот почему, да? Да. Конечно. Все не просто так. Все не просто так. Поэтому кому я говорю «вы», это значит, я к нему осторожно отношусь. А кому я говорю «ты», это значит, хорошо отношусь. А у других людей, может быть, наоборот. У каждого свое. У каждого свое. Я тут моду не диктурую. Да. Ну ничего. Просто у меня отчество Магомедович. 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 Хасаи. У меня один парень из Бергии, Петя Кабраков. Он мне сказал «слушайте, у вас бренд, само имя. Хасаи». И все. Хасай. Хасачки-зайчики, да? Да. Хасачки-зайчики. Дедушка-хасаи-зайцы. Дедушка-хасаи-зайцы. Да? Я думаю, мы с тобой в следующий раз, если песню напишем, у меня есть друг Магомед Хазеев, который рэп, рэп. 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 Потому что он рэп, рэп. Он меня учил рэп петь. Давай мы с тобой в следующий раз рэп споем. Не для того, чтобы всех удивить, а для того, чтобы нашу такую сложнейшую тему. Деньги, любовь, честность, справедливость, коварство, обман, ложь, грех, справедливость. Такие сложные темы. Они же там все находятся в состоянии нервного перенапряжения. Когда человек теряет разум, когда человек теряет разум, когда он в стрессе. Человек – это тот, который остается человеком, вопреки обстоятельствам. Да? Да, потому что рефлексы, рефлексы и самосохранение, они работают у всех. Но один человек убежит из ситуации, спасая себя. А другой может совершить подвиг, спасая себя и одновременно всех. Потому что спасает свою душу, как говорят сегодня. Это очень интересное явление. Я сам себе сейчас поставлю двойку за нашу беседу. Сам себе поставлю двойку. Отлично. Оценка. Я себе ставлю двойку, потому что у меня тут есть контроль. И участник событий, и его свидетель. И вот как свидетель событий, я себе ставлю двойку. Потому что мы не рассказали сегодня. Такие лучезарные вещи, такие красивые вещи, которые людям нужны, чтобы они отдохнули глазами, отдохнули ушами, отдохнули душой. Мы этого не рассказали. Подумали какие-то серьезные, замудренные темы, какие-то темы, какие-то темы. Но я думаю, это очень полезно. Конечно. Кто будет не против, чтобы нам помочь в организации, мы только за. Потому что за всеми надо помочь. Кто в чем силен, то он нам и помогает. Отлично. 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 Это командная работа. Это командная. Потому что в одиночку ничего не сделаешь. Вот нас двое. Трое. Потом пять, десять, двадцать, сто человек. И все. И так только сообщаем, можно сделать очень великие дела. Да. Только сообщаем. Я с тобой согласен. Да. И все. И все. И все. Скажи свое отчество, чтобы в следующий раз я знал, как тебе назвать поучку. Алексей Вячеславович. Вячеславович, дорогой мой. Алексей Вячеславович, я тебя обнимаю. До встречи. Да. Давай, родной. До встречи. 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 До встречи.